Дмитрий Николаевич Кобылкин Государство ежегодно теряет миллионы кубометров леса от лесных пожаров. Сумма ущерба числяется десятками миллиардов рублей. И, к счастью, мы в бюджете на 2019 год увидели наконец-то затраты на покупку техники для тушения лесных пожаров. Но мы все надеемся на все-таки системный подход и системное предложение по решению данной проблемы. Еще одной из проблем лесной отрасли является низкая налоговая отдача. Черные лесорубы не только воруют лес, но и через разные мошенческие схемы, в том числе незаконный возврат НДС, наносят огромный ущерб бюджету Российской Федерации. И, несмотря на декларируемое правительством готовность решать эту проблему, те реальные меры, которые направлены на решение этой задачи, не всегда принимаются. В частности, я внес законопроект о том, чтобы не допускать к участию в аукционах на аренду и последующей вырубкой лесов предприятий, у которых есть задолженность по лесу. Но сейчас мы от правительства слышим возражение о том, что данный вопрос уже отрегулирован через реестр недобросовестных арендаторов. Но как же он отрегулирован, если мы видим, что до сих пор есть огромное количество предприятий, которые рубят лес и при этом совершенно не платят налоги? Ни НДС, ни налог на прибыль, ни даже НДФЛ. То есть, согласно их отчетности, у них нет ни одного работающего. То есть лес сам себя рубит, видимо, запрыгивает в вагоны и уезжает в Китай за границу. Безусловно, эта сфера требует дополнительного регулирования и дополнительного решения. Дмитрий Николаевич предлагал одну из мер по решению, по регулированию вопросов в лесной отрасли, запрет вывоза кругляка. И, возможно, действительно нужно повнимательнее посмотреть на этот вопрос через законодательное регулирование. А, возможно, даже посмотреть еще и шире и ограничить в том числе и вывоз пиломатериала. Потому что зачастую мы видим, что черные лесорубы, для того, чтобы обойти те ограничения по вывозу кругляка, которые сейчас тоже есть, они ставят дешелые пилорамы, пилят кругляк на несколько досок, вывозят его без таможенных пошлин уже за границу. Огромное количество опилок остаются в Российской Федерации. А это и экологические проблемы, и в том числе те самые лесные пожары, о которых я уже говорил выше. Еще одной из проблем, которую мы хотим поставить перед министром и услышать его ответы, это последствия мусорной реформы. Мы сейчас получаем огромное количество обращений со всей стороны о риске многократного повышения тарифов. У меня есть данные по одному из регионов, согласно которым, если сейчас средняя семья из четырех человек платит меньше 100 рублей за вывоз мусора в месяц, то после введения новых тарифов будет платить около тысячи. Безусловно, это недопустимо. И одной из причин вот такого положения вещей является пересмотр правил начисления тарифа в зависимости от квадратных метров на количество проживающих. И это, кроме всего прочего, еще и увеличит пропасть между доходами самых богатных и самых бедных в нашей стране, которые и так огромные. И, в общем-то, вся тяжесть вот этой реформы, она переложится на социально незащищенные слои населения. И это, как я сказал, уже недопустимо. Еще одной из причин является неучитывание тех реалий, которые есть в регионах, особенно в отдаленных регионах. Это и логистические особенности регионов, и отдаленность полигонов от населенных пунктов, которая в отдаленных территориях очень большая. И, кроме этого, мы считаем, что рекоператоры не совсем готовы к исполнению своих обязанностей. Будут в начале года, в январе месяце, и в некоторых регионах мы зачастую можем получить мусорный коллапс. Мы не согласны с таким подходом. Считаем, что рост тарифов должен быть не больше, чем инфляция, что должны быть реальные льготы у слабозащищенных слоев населения. И эти вопросы сегодня поставим перед министром и рассчитываем получить на них ответы. Два дня назад мы вернулись с региональной недели, которая дает возможности каждому депутату окунуться в реальную жизнь. Не обижайтесь, москвичи, но действительно жизнь в Москве и в регионах резко отличается друг от друга. И я ни разу не видела, общаясь с избирателями, чтобы кто-то задал, например, вопрос, что нужно принять закон о самозанятых. Такого вопроса не возникало. Ни один из избирателей мне не задал практически вопрос о ситуации, о международной ситуации, о санкциях. Их так обложили санкциями внутри региона, внутри муниципалитетов и так далее. Я имею в виду под санкциями это тарифы всевозможные, оплаты, повышение, нерешение многих вопросов, что им хватает времени только для себя. Поэтому, конечно, они задают много вопросов и у депутата, который подпитывается их желанием изменить ситуацию, в том числе и личную свою жизнь, изменить ситуацию в районе, в поселке, в селе, в деревне, в малом городе. Они говорят, что бы они хотели от депутатов увидеть, услышать, какие бы законы принять. И, естественно, у нас планируется в Государственной Думе, и до этого мы обсуждали и перенесли рассмотрение данного вопроса, о сохранении или уничтожении унитарных и муниципальных предприятий. Когда я задавала этот вопрос жителям деревни, они говорят, а что у нас теперь не будет в муниципальной аптеке? А что, нас уже хоронить никто не собирается? Это мы можем свадьбу не провести, но похоронить человека, это же как же, его же не оставишь. А что у нас будет с транспортными маршрутами, которые не берут частники, потому что им невыгодно, а все-таки муниципалитеты берут пассажирские перевозки, дают какую-то машину, газели или просто автобус, хоть как-то выбраться из глубинки и решить свои проблемы, в том числе лечь в больницу, съездить, оплатить, снять денежные средства в Сбербанке и так далее. То есть они сразу же начали задавать вопросы. Встречаясь с редакцией муниципальных газет, они говорят, а что теперь муниципальные газеты не будут? Мы будем свободны и печатать все, что хотим, а не то, что нас просят. Ну и так далее. А на вопрос, а как вас будут содержать, будем рекламу. И в то же время пауза возникает. Подождите, а кто нам собирается в деревне платить за рекламу, потому что у нас, у людей нет денег? Эти вопросы. И естественно, сегодня тема, уже мой коллега говорил о том, что мы будем обсуждать экологию. Вроде к зиме эта тема немножко спадает, начинается она в большей степени весной, но весна прошла, лето прошло, вопросы остались. И в том числе речь идет и о мусоре, и речь идет о лесах, но несанкционированные свалки просто задушили практически в регионах. Нет возможности решить проблему нехватки очистных сооружений. Есть масса вопросов, которые связаны... Я живу на реке Волги, Саратов представляю. По реке Волги живут 60 миллионов граждан, 15 субъектов Российской Федерации. В 2017 году была принята программа, которая говорит о том, что нужно Великую Русскую реку. Нам, так сказать, 80% нужно убрать неочищенных стоков. Поэтому сегодня будет очень много вопросов звучать. К великому сожалению, все задать их нам не удастся. Но мы подали письменное обращение в Министерство по экологии, где мы должны получить письменные ответы. И сегодня постараемся максимально, я думаю, депутаты всех фракций, максимально озвучить те проблемы, которые волнуют и региону, и страны. Спасибо.